можно классифицировать боковые удары по длине удара можно бить коротко или длинно в зависимости от того где находится противник здесь можно видоизменять положение кулака то есть при коротком ударе мы можем вполне бить вот с такой постановку кулака если мы бьем немножко длиннее мы можем разворачивать кулак в том виде в котором я показал в начале урока теперь то что касается силы удара в зависимости от радиуса движения вашей руки сила удара возрастает чем больше радиус соответственно чем больше вы захватываете поверхность чем длиннее удар тем сила в итоге на выходе будет жестче поэтому короткий удар они меня с точки зрения силы акцентированы но все конечно достаточно условно но в общем целом по законам физики таким образом теперь то что касается постановки ног при боковом ударе мы можем быть совершенно разными способами мы можем бить с шагом правой ноги то есть мы встали и одномоментно с шагом правой ноги мы ударим пробиваем левый боковой подготовились можно немножко качнуть раз закинули руку до в поставку чуть подготовились раз левый боковой шагом правой ноги второй момент мы можем бить с выпадом левой ноги вот отсюда вот таком варианте здесь в чем минус в том что мы фактически исключаем правую ногу из работы то есть как завершающую серию мы можем использовать ударили все здесь право на газа совершенно далеко стоит сейчас правом не сложно будет ударить в первом варианте я правую ногу подвожу туда можем бить скачком то же самое встали немножко качнули скачком пробили левый боковой есть вариант понесения вполне различные зависит от степени подготовки спортсмена от конкретной бывой ситуации итак для наработки левого бокового мы советуем применять такое упражнение лучше всего конечно делать на мешке сейчас мы покажем его с соперником мы разворачиваем тело правом прямым под правой прямой тем самым полностью мы готовим левую ногу и забрасываем лево боковой здесь очень важно во первых развернуть плечевой пояс не перекрутиться и после удара левой руки выйти в такое положение чтобы левая рука у вас не проскакивала мимо цели постоянно повторить движение и тем самым тело постепенно будет адаптироваться вот со спиной попробую сделать в правом прямом я пробил мимо соперника то же самое можно делать с мешком левом боковом я попал в какую-то защищенную часть то же самое раз два раз два раз два раз два два да здесь можно варьировать силу удара варьировать длину удара все что хотите но самый главный принцип то есть правой рукой вы разворачиваете плечевой пояс очень здорово готовит особенно новичков к работе левым боковым и здесь пробиваем левую руку противник или мешок не дает вам возможность промахнуться дальше той позиции куда вы должны нанести удар поэтому постепенно формируется правильный наук работа левой рукой так вот ставление бокового удара на мешке достаточно важно во первых я специально без перчаток сейчас хочу показать что важно попадать по мешку именно та частью который будет попадать по сопернику чтобы у человек который пришел заниматься спортом боксом сформировался навык чтобы четко у вас происходило попадание нужной частью в мешок либо вот таким вариантом как мы с вами определились либо вот этой частью ни в коем случае не открытая перчатка именно вот местом которым мы бьем можно наработать в различных вариантах по мешку главное чтобы была постановка кулака на цель бить нужно достаточно не жестко чтобы не травмировать свои суставы то что касается бокового удара при постановке скажем так у новичка на мешке значит мы становимся под правый срез относительно мешка правой рукой мы выполняем имитируем правой прямой при этом разворачиваем полностью плечевой пояс развернули зарядили ударную левую ногу отсюда не жестко мы поставим кулак на цель и это упражнение достаточно расслабленном режиме мы повторяем такое количество раз пока у нас не сформируется навык развернулись поставили развернулись поставили различные варианты кулака на цель можно рассматривать различные виды дистанции здесь как вам удобно самое главное что мы формируем навык механического движения тела раз правильной постановки кулака на цель 2 и самый принципиальный момент то что мы не промахиваемся мимо цели мы ровно достаточно дело сжим корпус и нет у нас провала мимо цели что в бою приведет к точному акцентированному попаданию и не позволит нам провалиться в неудачный неудобный момент друзья если вам понравились наши видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте видео задавайте свои вопросы с радостью будем на них отвечать также будем снимать видео по вашим темам и заявкам всем спасибо пока 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 пока